Всем привет! В последнее время наблюдается множество случаев, когда животные массово погибают. Массовые смерти животных нередко происходят внезапно, и ученые очень часто не могут определить причину этого загадочного явления. Все эти случаи обычно связывают с болезнями, загрязнением, вирусами и магнитными аномалиями. Что же на самом деле происходит в природе? Итак, это самые шокирующие случаи массовой гибели животных. Поехали! Совсем недавно ученые столкнулись со странной болезнью, поразившей морских звезд. Морские звезды стали умирать в больших количествах, а их тела начинают буквально разлагаться, превращаясь в слизь. Синдром умирающих морских звезд начинается с небольшой раны на конечности морской звезды, распространяется внутрь, затем отваливаются конечности, и звезда погибает. Болезнь уже поразила огромную территорию. Все океанское дно вдоль всего западного побережья Северной Америки вплоть до Аляски усеяно погибшими звездами. А это не меньше миллиона особей. Ученые не могут пока объяснить эту странную аномалию, но считают, что возможно это связано с бактериальной инфекцией или вирусом. В 2012 году тысяча кальмаров гумбольта выбросило на берег Калифорнии. Об этих кальмарах известно очень мало, так как они живут на глубине до 700 метров. Что еще больше усложняет задачу ученым, которые пытались определить, почему массово погибли эти удивительные животные. Не так давно тысяча мертвых кальмаров также выбросило на берег в Чили. Никто не знает причин гибели такого количества головоногих моллюсков. А в этом году в андонезийской провинции Малуко на берег выбросило 15-метровую тушу неизвестного морского существа, вес которого оценивают в 35 тонн. Как отмечают рыбаки, морское чудовище напоминает огромного кальмара или кашалота. Ученые, которые прибыли, чтобы идентифицировать морское животное, пока затрудняются с ответом. В 2005 году несколько пастухов из Турции потеряли работу после того, как полторы тысячи овец, за которыми они смотрели, спрыгнули со скалы. Началось все с того, что одна овца зашла за край, а за ней последовали остальные. Первые 400 овец погибли в результате падения с 15-метровой высоты, а 1100 выжили благодаря тому, что тела их собратьев смягчили падение. Этот инцидент оказал большое влияние на деревню, в которой все произошло, так как для многих семей эти животные были средством к существованию. Почти каждый год в разных уголках планеты сотни гринт черных дельфинов выбрасываются на берег суши. Ежегодно только на берегах Новой Зеландии находят около трех с половиной сотен морских млекопитающих. Последняя череда массовых самоубийств произошла на двух новозеландских пляжах в начале 2017 года. Подобное явление здесь не редкость, однако в таких масштабах его никогда раньше не было. За несколько дней выбросилось сразу 700 животных. Национальная катастрофа. Сотни волонтеров бросили свои дела, чтобы помочь дельфинам. В среднем черный дельфин весит около 800 килограммов. Поэтому спасение гринт – задача не из легких. Операция по спасению дельфинов шла не один день. Волонтерам удалось вернуть воду около 200 особей. Чтобы млекопитающие не совершили еще одну отчаянную попытку выброситься на берег, люди выстроились в живую цепь и показали им путь в открытое море. В причинах бедствия пытаются разобраться эксперты со всего мира. По одной из версий, дельфины могут терять ориентацию в пространстве из-за военных гидролокаторов. В марте 2013 года жители города Коронель в Чили обнаружили, что их пляж стал в буквальном смысле красным. И причиной этому были миллионы мертвых креветок. Местные рыбаки обвинили во всем две угольные электростанции, расположенные рядом. Это, возможно, привело к повышению температуры воды, в которой креветки не смогли выжить. Однако, что же произошло на самом деле, остается только догадываться. В последние годы во всем мире возникает все больше случаев, когда птицы начинают падать замертво. В штате Кентукки сотни скворцов и дроздов были найдены во дворе одной женщины. С последние годы массовые смерти птиц происходят с пугающей чистотой. Но один случай был особенно странным. Каждый год в небольшой деревушке Джатинга в Индии птицы влетают в землю. Ученые пытаются объяснить этот феномен и ответить на вопросы. Почему они это делают? Почему это затрагивает несколько видов птиц? Почему птицы делают это только на небольшом участке дороги? Почему это случается в сентябре? И почему птицы совершают это после захода солнца, когда они обычно активны днем? Многие люди посещают это место, чтобы своими глазами увидеть это явление. Еще одна загадочная массовая смерть рыб произошла в Норвегии. В новогоднюю ночь 2012 года больше 20 тонн мертвой сельди выбросило на норвежский берег. Весь пляж был буквально покрыт бездыханной рыбой. Местные жители утверждали, что нечто подобное уже происходило в 80-х годах. И, возможно, виной всему стал недостаток кислорода. Эксперты же утверждали, что сыграло роль сразу несколько факторов. Однако, когда жители стали рассуждать о том, как убрать почти 20 тонн мертвой сельди, перед тем, как она начнет разлагаться, рыба исчезла. Исследователи считают, что рыбу смыло обратно в Северное море. Все эти случаи массовой гибели животных, конечно, очень трагичные. Но они не идут ни в какое сравнение с массовой гибелью животных, когда ежегодно умирают миллионы особей морских обитателей и птиц по вине человечества. Наверняка многие из вас слышали о мусорных островах в Мировом океане. Большое Тихоокеанское мусорное пятно быстро растет. Ежедневно в океан со всех материков сбрасывается примерно 2,5 миллиона кусочков пластика и прочего мусора. Более 8 миллионов тонн пластикового мусора попадает в Мировой океан ежегодно по вине человека. Основными загрязнителями океана являются Китай и Индия. В этих странах считается в порядке вещей выбрасывать мусор прямо в близлежащий водоем. Медленно разлагаясь, пластик наносит серьезный вред окружающей среде. Уже в 2001 году масса пластика превышала массу зоопланктонов в зоне острова в 6 раз. Птицы, рыбы и другие обитатели океана страдают больше всего. Пластиковые отбросы в Тихом океане являются причиной гибели более миллиона морских птиц в год. А также более 100 тысяч особей морских млекопитающих. В желудках павших морских птиц находят шприцы, зажигалки и зубные щетки. Все эти предметы птицы заглатывают, принимая их за еду. То, что попадает в океан, оказывается в желудках у океанских обитателей, а затем у нас в тарелке. Эта громадная куча плавающего мусора – фактически величайшая свалка планеты. Если так будет продолжаться еще несколько десятилетий, я даже боюсь представить это мусорное будущее. Очень надеюсь, что нам все-таки удастся справиться с этой всемирной катастрофой. Я считаю, что прежде всего нужно каждому начать с себя. И, конечно, поделиться этим видеороликом с друзьями. На этом все. Ты лайк поставь, ты подпишись и отпишись. Конечно, в комментариях. И место хейтерам оставь. Субтитры создавал DimaTorzok